День защитника Украины 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 И так же, как мы видим, тягность украинского войска, от Украинской народной республики до Другой святой войны, до воинов, ОПА, они переймались все-таки с твоей историей и коренью, помятали свою историю завжди. Почему ОУН для Донбасса, ну и ОПА, сейчас выставляются как чужаки? Когда началась вот эта мифологизация, очернение образа, вот не секрет, спросить, не у всех, конечно, жителей Донбасса, но у многих. Что он по этому поводу думает, мы услышим набор мифов очень негативного отношения, не относятся к этому равнодушно. Еще поговорим о том, как надо, стоило бы относиться, основываясь на фактах, но вот откуда это взялось на Донбассе, когда началось? Насправді, если мы говорим про украинский визвольный рух на Донбассе, то мы его можем ораховать еще с революции, украинской революции 1917-21 годов, Адже украинский рух завжди був там поширений, и украинцы вселяко завжди поддерживали свою армію, и памятали свои традиции. Мы памятаем, что в часы средневековья, в ранее модерный час, эта территория завжди належала козацькому війську, и это сутоукраинская территория. И не дарма ци всі идеи, а потом уже в часы Другое світовой войны активно діяла на территории Донбасса Організація украинских националистов. Адже мы должны чітко с вами понимать, что украинская повстанская армія діяла аж до Киевщины, ей фактически вплив доходил аж до Чорнобиля. Но что касается Організацій украинских националистов, то она діяла по всей территории Украины в час Другое світовой войны, и Донбасс не является таким исключенным регионом. Адже на Донбассе была очень активная деятельность Організацій украинских националистов. Когда началось отношение, которое мы видим сейчас, это результат целенаправленной политики по отношению к ОУН? Потому что, ну вот как относились на Донбассе к деятелям ОУН, к активистам ОУН тогда, и как относились сейчас? Это же очень две большие разницы, да? То есть историческая память очень изменилась. Давайте начнем с того, что основные діячи, будем зараз рейнувать мифы, основные діячи ОУН на Донбассе, это были местные жители. Нияких пришлих захидников, как это малювала радянская пропаганда для людей на Донбассе, потім уже, что это были какие-то захидники, которые пришли, которые пытались тут одурманить людей. Но на самом деле это были местные жители. Если мы возьмем ту же самую Горлевку или Сталину Донецк, то там были те местные жители, та интеллигенция, яка под час Другої світової війни и до, я вам скажу навіть так, до Другої світової війни, починаючи с 1939 року, уже починала разбудовуватися розгаужені мережи ОУН по всій території Донбасса. Алина, прерву вас ненадолго, продолжим буквально через несколько секунд. Прямо сейчас к нашему эфиру присоединяются слушатели громадського радио. Друзья, здравствуйте, вы слушаете радио Донбасс Реалий. Сегодняшний эфир выходит в записи, но вы можете связаться с нами по номеру 0800-300-403, этот номер работает в режиме автоответчика. Также пишите к нам в социальные сети Донбасс Реалий. Мы есть в ВКонтакте, Одноклассниках, в Фейсбуке, Инстаграме, Твиттере и Телеграме. Напомню, мы говорим в студии сегодня, в День защитника Украины, 14 октября, как к УПА, украинской повстанческой армии, армии организации украинских националистов, относились на Донбассе в время Второй мировой войны. Почему активисты УН добились относительных успехов тогда уже в космополитическом регионе, как сегодня Донбассу стоило бы относиться к УПА. Мы с Алиной Паниполяк, историком, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Национального музея истории Украины, остановились на сегодняшних мифах о том, что такое ОУН для Донбасса. И вот, Алина, вы рассказывали о том, что большинство деятелей были как раз местные. То есть это не были вот те самые западенцы, как их многие называют, съедняки западенцы, что приехали некие активисты из Западной Украины агитировать за Соборную Украину. Но в то же время вот есть такая информация в Википедии обозначена, не самый, конечно, такой источник, но все-таки, что все началось на Донбассе с присоединением Западной Украины к Советскому Союзу. В 1939 году там служили многие солдаты из Донбасса на Западной Украине. И вот они перенялись идеями ОУН, независимой Украины. Вот что понравилось жителям Донбасса в этой идее? Ведь тогда это уже был такой космополитичный регион. Тогда уже туда ехали со всего Советского Союза работать и быть националистом, говорить на украинском языке. Уже тогда это была не стратегия выживания. Нужно было не высовываться, работать, говорить по-русски. И в то же время выходцам из Донбасса понравилась эта идея. Чем, как вы думаете? Я вважаю, что эти репрессии, которые происходят в 1937-1938 годах, на Донбассе и по всей территории Украины, они спонукали замысловаться на том, что не так хорошо живется в Радянском Союзе. И ту картинку, которую малювал Сталин для Европы и всего света, она не совпадала с реальностью, которая происходила на территории Украины, и на территории всего СРСР. Что больше понравилось украинцам, украинцам из Донбасса, среди Галичан, среди Центральной Украины и так же среди Донбасса на территории Дніпрянской Украины и Схидной Украины. То есть выходцы из Донбасса вступали в ООН только потому, что досталась советская власть, а не из-за симпатии к идее украинского государства? То есть это и это и это, оно объединяло их, чтобы бороться против Радянского тоталитарного режима, а во время Другое света войны и против нацистского тоталитарного режима. То есть время было такое, нужно было выбирать какую-то идеологию, да, каждому человеку. Как появилось УН на Донбассе? Когда первые активисты, можно сказать, пришли в этот регион? Мы можем вважать, что это с 1939 года, когда местные люди, которые служили в лавах Червоной армии, потом были на территории Галичины, на территории Захидной Украины. То есть уже после начала Второй мировой войны? Ну, в 1939 году, когда они объединяли как раз Захидную территорию Украины. Но, что до таких вот самостейницких прагнений, маяться на увазе прихильности до Украины, то это еще с 1917 по 1921 годы, тогда, когда была утверждена Украинская государство, как мы помнимо, в 1921 году, было оккуповано как раз большевистским радянским режимом. Как, в чем это выражалось, появление УН на Донбассе? Это приезжали вот некие посланцы, да, и что они делали? Чем они занимались там? Ну, по-перше, створювалися просвіти, де поширювалася українська література, де читалася правдива українська історія, де створювалися такі українські гуртки, де объєднувалась українська молодь, и не только. Адже в час Другої світової війни серед ОУН было очень поширено гасло. Вот вы говорите про космополітичный регион Донбасса. Вот это гасло також стало объєднувати тих людей. Это воля народам, воля людині. Это заклик до того, чтобы все люди різных национальностей объєднувалися в спільной борьбе против двух тоталитарных режимов. Это и стало тем, что прихильников до ОУН была величезна кількість. Если мы возьмем Донецкую область, то из 28 районов, 18 районов, которые были абсолютно прихильны до ОУН. В чём это выражалось? Ну, по-перше, местное население прихильно ставилось, активно входило до просвит ОУН. Також в каждом месте, селе створювался допомоговый комитет. Это помогало просто цивильному населению. Конспиративные квартиры. Адже, если мы возьмем ОУПА, то им ведение борьбы на территории, в лесе, и ведение борьбы в местах, адже в СССР на Донбасе они урбанизированы регионы, лісовых массивов не так много, где можно сховаться. И это, в основном, была такая партизанская борьба. Керевником ООН националистов на территории Донбаса був Євген Стахів, з якого якраз потім уже радянские пропагандисти перемалювали, зробили Євгена Стаховича в цьому відомому всім творі «Молода гвардія», де вони просто викривали історію, зробивши, що це нібито підтримка була населення до радянских партизан, яких там активно не підтримували. Теж руйнуємо зараз міфи про те, що Донбас якраз підтримував, що це партизанський край. Насправді це край, який активно підтримував діяльність організації українських националістів. Головний провід ООН знаходився в місті Дніпрі. І ось цей головний провід з Дніпра, яким керував Василь Кук, останній головний командир Української повстанської армії. Интересно, що на восточной Україні, на левобережной Україні знаходилось. Він давав вказівки, як, де треба створювати ці розгалужені мережі, сітки. І важливо зазначити те, що в самому Донецьку активно була сіла мережа конспіративних квартир. Ми бачимо з документів з Архіву Служби безпеки України будинки, в яких знаходилися ці квартири, де відбувалися явки цих націоналістів, підпільників українських. І важливо зрозуміти те, що через ці конспіративні квартири, вони доволі часто знаходилися поруч гестапо. І місцеве населення не здавало ці конспіративні квартири, що після нацисти потім також починали викривати, що щось не так, бо відбувалися різні саботажі, відбувалися різноманітні акції проти нацистів. І вже потім поступово починали в 42-му році активно боротися проти унівців. А вже під час радянської окупації, це вже під час Другої світової війни, і після, то активно ці квартири починають і мережі розсекречувати. Бороться вже з СССР. Ми наперед немного забігаємо. Алина, ви сказали о том, що підтримувало місце населення масово. В чому це виражалося? Є якісь документи касательно цієї підтримки? Є якісь письма? Хочеться зрозуміти, як прості жителі Донбасу симпатизували українським націоналістам? По-перше, друкувалися самвидави, друкувалися різноманітні газети. Друкувалися листівки. В школах навіть зустрічається таке, що в школах вчительки друкували, в день вона, наприклад, читає українську мову та літературу, а в вечірі ця вчителька друкує агітаційні листівки. Така практика була для всіх регіонів України, але цікаво те, що на Донбасі це було активно, що дівчата, молодь, освічені люди, хлопці і дівчата, вони активно брали участь в цьому всьому. Друкували ці листівки. А що було написано на цих листках? Призиви к яким-то дійсцям? Що робити, пропонували? Пропонували, це було така, боротися проти режимів нацистського. Чим могли прості люди боротися з режимом? По-перше, це вивчати свою історію. По-друге, це пам'ятати, що ким ти є. А по-третє, як боротися з режимом. По-перше, прийти в таке-то місце, відбудеться така-то зустріч, передати цю листівку такому ж своєму другу, товаришу. І тоді вони вже збиралися цілим осередком і вирішили, що можна зробити в своєму конкретному регіоні. Яким чином можна допомогти в тому чи іншому селі чи в тому чи іншому місті? Ещё важний питання. Є таке мнення, що ОУН – це терористична організація і добивалася на багато методів терористичні на Донбасі. Це було також? Планировали ли переворот своєобразний в державі? Или це була більше така культурна місія? Ми мусимо з вами розділяти цих дві термінології. Сучасний терор і терористи, хто такі сучасні терористи. І на той час, коли Україна не мала своєї власної державності, метод терористичної боротьби, що передбачав тоді, я поясню. Бо ми зараз всі знаємо, що це теж. Конечно, давайте. Тоді це означало таке, що треба будь-якою ціною намагатися відстояти свою власну державність. Заборона, наприклад, скалыцьких українських організацій, які були заборонені в Польщі, речі посполиті, за Йозефа Півцуцького, і намагання зберігти цих організацій. Різноманітні, вже крайній випадок – це атентат, це вбивство, якщо ця людина, наприклад, виступає проти українського всього. Тобто людина, вступаючи в ряди українських націоналістів, має бути готовий до цього? Так, тому що на той момент у країни своєї державності не було. Це були такі прийняті мери боротьби в то час? Для того часу це було нормально. Ми можемо згадати тих самих і польських патріотів, які такими ж методами користувалися і на початку ХХ століття, і всередині тоді, коли теж Польщу було розшматовано. І так само ми можемо говорити про інші національності, про ті ж самі країни Сербію, ті ж самі Балканські країни, коли так само вчинялися. Але ми повернемося з вами до Донбаса, і я б хотіла сказати так, що для цього регіону також такі дії були характерні, коли, наприклад, робили саботажі на заводах спеціально проти нацистів чи проти радянського режиму, коли потім звільняли цих робітників. Тобто це цілий заговор був середі робочих, да? Так, серед робітній, шахту або ж завод зупинити в цілях того, аби показати протест, протестний рух. Але, на жаль, під час панування радянського режиму про такі події намагалися замовчувати, про такі події намагалися не говорити, а тих людей, які вчиняли так, їх намагалися карати. Виселкою до Сибіру, виселяли цілими родинами, цілими сім'ями, інколи навіть цілі будинки страждали від того, що було, якщо будинок налаштований антирадянською, його теж карали. Тобто тоді совєцька преса, напевно, партійна печать, вона не об'ясняла ці саботажі тим, що там восстали націоналісти, говорили, що це просто... В радянській пресі про таке навіть і не згадували, і намагалися про це взагалі не говорити, тому що їм не було це актуально, адже таким чином це дискредувало радянську владу. До 1958 року розважена сітка ОУН Діо на території Донбасу. І всім відома є карта, яка є в архіві Служби безпеки України. Якщо ви забажаєте, то можна прийти і попрохати її. Це в справі фонді 3038, якщо мені не зраджує пам'ять, то там якраз і йдеться мова про те, що в Слов'янську, здавалось би, в Слов'янську, там була не просто конспіративна квартира, а ціла Криївка. І по її викриттю працювали НКВД-сти, і от якраз ці замальовки цієї конспіративної квартири також є. Це дуже дивно для цього регіону, адже ми знаємо, що конспіративна квартира – це нормально, але, вибачте, Криївка на Донбасі – це був щось такий нонсенс. Особенно Слав'янське. Напомню, у нас в гостях историк, кандидат исторических наук Алина Паниполяк. Сегодня, в День Защитника Украины, 14 октября, мы говорим о том, как к УПА, армия Организации украинских националистов, относились на Донбасе во время Второй мировой войны, почему активисты там ОУН добились относительно ощутимых результатов, і как сегодня Донбасу стоило бы относиться к ОУН і боевому крылу украинской повстанческой армии. Алина, ще по порядку. Вы сказали о том, что первые активисты ОУН, ячейки появились в 1939 году, после присоединения Западной Украины к Большой Украине. Как относилась к этим ячейкам советской власти? Вообще, знали ли они, что тут происходит, что тут развертывается целая организация на Донбасе? Я думаю, что такие поодинокие случаи выкрития уже были среди радянской влады, но чтобы массово бороться против ОУН, их это не цікавило, потому что началась Другая святая война, и у радянской влады были свои проблемы, которые их цікавили. Но я хотела бы зазначити, что такий массовый рух ОУН, он развертается как раз в Другой святой войне, тогда, когда 8 жовтня 1941 года на территории Донбаса рухшить похідная группа из Чернівцов, которую керувал тогда Зенон Матла, Тиміш Семчишин, его псевдоречка, они рухались через Певдень на Схід Украины. Что это за похідная группа? Это действительно были захидники, западенцы, которые пытались, это под приводом отбудовщих загоней с червоночерными нашивками, они шли в бек Східної Украины, на Донбас, для того, чтобы отбудовывать эти регионы, но на самом деле они несли идеологию ООН Украинских националистов. Но мы не должны перебольшать, потому что сейчас пытаются это выкручивать, и сказать, что эти захидники навязали эту идеологию. Принесли ее с собой. Так. Но когда они пришли туда, то они получили поддержку. И как раз поддержка это была благодаря тем, кто был еще до того, до них. Это местные жители, местные активисты. Такими активистами, обычно, была интеллигенция. То есть, учителя? Учителя, также науковцы, весь университет педагогичный, в Сталину, в Донецку. Он абсолютно поддерживал ООН. Там діяла главная мережа-підпилля. Также в городе Днепр, также на территории Маріуполя. Я скажу больше. В Краматорску. В Краматорску взагалі, когда радянская армія отступила и потрапила в эти первые котлы, то потом уже, когда нацисти уже на Схид, на Донбас, то первое, что сделали в Краматорску, это внесли памятник Леніна. И это уже должно было быть показовым. И вдумайтесь, что они поставили вместо Леніна на место, есть очень известная фотография. Это Трезуб. И был целый митинг на поддержку как раз Украины и украинской государственности. Алина, а сколько это тогда еще во времена оккупации нацистскими войсками Советского Союза была вот такой идея только интеллигенции, которую вы говорите? Все-таки Донбас — это рабочий регион, да, и там большинство населения — это рабочий класс. Мы так зараз звикли говорить. Это также стереотип, что в основном были работники. Велика кількість завжди была интеллигенции на территории Донбаса. Мы мусим это понимать. Адже это тоже выкривленные, вы сейчас говорите, радянские стереотипы абсолютно. Насамперед, по всей территории Донбаса была величезная мережа шкіл, училищ, профтехучилищ, також освитних навчальних закладов, институтов. И про это тоже мы должны помнить. Что касается работников рабочего класса, уже говорим такими радянскими штабами, то работники также начали поддерживать рух ОУН. Так, безумовно, были люди, которые были просто прихильниками, которые не вписывались, но помогали какими-то одноразовыми акциями или поддержкой. Это так же было. Мы должны понимать одно, что почему втрачается память про ОУН на Донбасе, почему мы говорим только про ОУН, как про суто-захидную украинскую идеологию. Это все сделалось еще во время Другое святой войны. После так называемого вызволения, начиная с 1943 года, когда сюда приходит радянская армия, то первое, что они делают, они пытаются арештовывать местных активистов. Начинают действовать репрессии против людей, и снова гайки закручиваются, и пытаются выкручивать. И тот же самый роман «Молодая гвардия» сам говорит за себя, потому что он промыв мильский миллион молодым людям, который показал, что на территории Донбаса была поширена идеология Радянского Союза. Да, и вот несколько поколений уже выросло на этом советском наративе. Напомню, у нас в гостях историк Алина Понеполяк. Мы говорим о том, как сегодня Донбас соотносится к организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Алина, были ли эпизоды сотрудничества ОУН с оккупационной нацистской администрацией? Мы можем говорить про співпрацю ОУН-мельниківцев, адже мельниківцы должны понимать, что на территории Донбаса делали, как и мельниківская ОУН, как это были дорослые люди. И более умеренные, можно сказать, в методах борьбы, если так упрощенно говорить. Да, и ОУН-бандарьевцы, або, как они себе называли, революционное крило ОУН. Но на Донбасе они между собой на территории Західної Украины ворогували, и ци ворожнечі переходили навіть в криваві розправи. Но если мы говорим про территорию Донбаса, Півдня Украины, то такого негатива между ними не было. Они между собой меньше мирно співпрацювали. Мельниківцы – это старое крило дорослих людей, которые пройшли первые визволенные змагания, которые поддерживали немцев. Они памятали старую бабцю Австралию, и памятали, что с німцями можно иметь какую-то справу. А как раз молодое крило украинцев, революционное крило, бандарьевцы, они сказали, что не с москалями, не с німцями цитую, побудуем свою незалежную Украину. Как раз смельниківцы, они мали співпрацю с нацистской окупационной администрацией, но до них очень быстро пришло разочарование. Когда они начали заявлять про свои явные проукраинские ценности, что им нацистские идеалы не близки, то этих людей начали ликвидовывать. Если мы возьмем большую трагедию Бабин Яр, то побачим, что среди страченных в Бабиному Яру как раз была теж велика кількість крила ОУН-мельниківцев. Найвідомо, что из них это Олена Теліга. И вот как раз такими же диями керувалися и нацисти, которые находились на территории Донбаса, и они начали, уже начиная с 1942 года, показовые страти цих людей, ОУНовцев, и мельниківцев, и бандарьевцев. У них была директива про знищение ОУН-мельцев. Минулого года працювала в милитарном архиве в Фрайбурге. И как раз мне трапилось на очи очень интересный документ, нацистский документ из территории Рейхскомиссариата Украины, как раз из территории Донбаса, который рассказывал о том, что надо знищивать как бандарьевцев, так и мельникевцев, ОУНовцев, потому что они заважают нацистам и нацистской окупации. Алена, давайте расскажем об этих эпизодах. То есть было какое-то определенное сотрудничество, потому что именно эти эпизоды, советская историография и сейчас российская пропаганда активно выпячивает, поднимает их. В чем заключалось это сотрудничество? Ну, по-перше, для німців, аби мати прихильність, вони мусили поставити якихось своїх намісників, які вільно володіли тією мовою населення, яке живе на цій окупаційній території. І ось такими освіченими намісниками, які дуже часто знали дуже гарно німецьку, французьку, англійську мову, були якраз ті люди, які походили з Мальниківського крива Організації українських націоналістів. То есть адміністрировали просто на этих териториях, были как управляли? Так, адміністратори, але я же вам кажу, что починаючи с 1942 року цих адміністраторів и взагалі цих людей починают активно страчувати как раз за проукраинские дії. Когда их дороги разошлись. Алина, еще важно, в каких странах еще был такой вот, ну, получается некого рода коллаборационизм, да, совпадение интересов нацистов и местных националистов, где-то еще это было, вот по других странах. И как сейчас относятся эти страны к подобным фактам сотрудничества? Мы не повинні, мы повинні говорите так, как есть, адже историю, историю, это... мы должны говорить правду, намагаться сказать правду. Фактами говорить о том, что случилось. Это то, что было. Это то, что было. Это то, что было. Это то, что было. Как относятся сейчас эти страны, намагаться говорить правду населению. И надо, чтобы население это понимало. Это то, что так оно было. И так это... Я не могу сказать, что это доброе или плохое, если действительно такая подія была. Но что касается ОУН на Донбассе, то, как я уже сказала, ОУН Мельниківське крило, яке намагалось співпрацювати с нацистской администрацией. Но это было против Легреле. ОУН Бандерівське крило, яке было более популярным среди молодых. И воювало со всеми. Яке намагалось воювати против двоих тоталитарных режимов, против нацистов и против радянской системы. И это им вдавалось до 1958 года. Бандерівське крило або революционное крило, они были по всей территории Донбасса. Красногорлевка, Маріуполь, Донецк, Сталіно, Краснодон, Горлевка. Ці всі території, вони були суто такими ОУНівськими, Бандерівськими. Напомню, у нас в гостях историк Алина Панеполяк. Мы говорим о том, как сегодня Донбассу стоило би относиться к ОУН и УПА. Мы говорим в записи, но вы можете оставить отзывы об этом эфире на автоответчик 0800-300-403. Звоните, слушайте звуковой сигнал. Говорите, мы послушаем ваше мнение. Они прозвучат в эфире. Алина, 8 сентября 1943 года Донбасс был освобожден. Сейчас это праздник, день освобождения Донбасса. Как члены УУН называли и относились тогда к освобождению Донбасса от немецко-фашистских войск? Вообще считали ли они это освобождением или новой окупацией? Мы должны говорить о том, что это новое, как вы сказали, вызвание, это было такой же оккупацией. А как относились? Тогда уже понимали об этом, да? Все прекрасно понимали, потому что методы, которые исповедовала радянская армия, они не изменились. И тех людей, которые находились под окупацией, мы даже если вспомнимаем радянские документы, то, что было под окупацией, всегда было такое вопрос. Всех вважали коллаборантами. И до местного населения, независимо от кого они поддерживали або не поддерживали, ставилися завжди з невагою. И таким людям просто не доверяли. И когда радянская армия пришла на территорию Донбасса, то они так само начали делать фильтраційные табори, знущань над людьми. Если выкривали, что эта людина мае какую-то прихильность до ОУН або была в просвитии, то это уже позволяло вчинять какие-то действия. Подозрительный человек был для новой власти. Это не просто была подозрительная человек. На этой человеке могли открыть следствие. И эту человеку могли переправить кудись в Сибирь, на Схид. С этой человеком и ее родиной уже могли говорить про то, что это неблагонадежная человек. И таких случаев бывало очень часто. Алина, вопрос к вам как к историку. Вы лично как относитесь к тому, что около 70 лет с перерывами была советская власть на территории современной Украины? Можно ли это считать оккупацией, как это считают балтийские государства? Или это что-то все-таки другое? Слишком долго Украина была в составе Советского Союза. Слишком много сил, людей дала этому общему государству. Как к этому сейчас относиться? Потому что многие наши слушатели, я думаю, удивляются, слыша о том, что они смотрят на это из настоящего в прошлое. И удивляются, когда вы говорите о том, что пришли советские войска и это оккупация. Вы относитесь к этому как к оккупации или это что-то другое, как-то по-другому нужно относиться? Особенно я считаю, что это была оккупация. Потому что те методы, которые выполняла радянская армия и так само радянская администрация до украинского населения, до украинских людей, мы не можем назвать это какой-то владой или государством, потому что Украина, как государство, ее просто не было. Это была республика в составе великой такой империи, которая, в принципе, прав каких-то таких немало. Мы занимались этим правом выхода из СРСР и то с великими проблемами. Почему же не было права? Вот стала основательницей Украинская Советская Социалистическая Республика, Организации Объединенных Наций. Вот были определенные органы власти, потом появилась оттепель, появились целые поколения, люди жили, радовались, рожали. Когда мы говорим о ООН, то это был также фейк, который был сделан для СРСР, для того, чтобы иметь больше голосов в составе ООН. Я вам перечисляю аргументы другой стороны, что я могу сказать. Для того, чтобы иметь больше важных вплывов в ООН, они ввели фейково Украину и так само Белоруси, для того, чтобы вважали, что это, небыто, державы, співзасновницы ООН. Окупация для Украины произошла еще с 1921 года, когда, фактически, большовицким шоботом было уничтожено Украинскую Народную Республику, когда было захоплено значную территорию Украины, а потом в 1939 году было уничтожено и Захидную территорию Украины. Это все есть большая окупация, и мы должны сами признаться, что это действительно Украина имеет такой постколоний, травматичный синдром, который мы сейчас с вами можем спостерегать. Мы сейчас имеем 28 лет независимости Украины, но и сейчас на таких вопросах мы имеем много вопросов и много непорозумений, но мы должны сами признаться. Так, это сложно, но мы должны это сделать с вами. После Второй мировой войны в 1949 году тогдашний командир ООН Роман Шухевич дал приказ снова уделять внимание распространению сети ООН на Донбасс, на Восток. В частности, вы говорили о том, что до конца 50-х годов существовали эти ячейки ООН, эта территория. Почему так стремились в ООН на Донбасс? Почему он так важен был, когда уже потерпели поражение по каких-то предварительных целях и все равно хотели, чтобы были ячейки на Донбассе? Какое-то особое внимание выделялось региону? Східная Украина – это всегда был стратегический регион. Все прекрасно понимали, что величезная количество украинцев, которые живут там, а также людей, которые живут на территории Донецкой, Луганской области, это безусловно тот потенциал для Украины, промышленно, интеллектуальный, это тот потенциал, который мусит действовать для украинской державы. Через это как раз ци похитні группы ООН с жовтня 1941 года, их главная стратегическая мета – это как раз намагание поширювать идеологию организации украинских националистов. Но я скажу еще такую вещь, что когда 30 червня 1941 года было проголошено Акт Украинской державности в Львове, то как раз в этом акте шлася мова про то, что подальше – это проголошение независимости в Киеве и по всей территории Украины. Как мы помнимо, что этот пан, на жаль, не удался, и тот законодатель, который мусил проголосить Акт Украинской державности в Киеве, это был Василь Кук. Ему, на жаль, этого не удалось сделать, его под Васильковым схопили нацисти, нёмцы. И чудом он мог втекти, вирваться, и через это головное членство ООН Василю Куку, через то, что он не смог проголосить, я вважаю, что это было покарание, это моя особистая думка. Багато хто каже, что, о, Василю Куку пощастило, он очулов цілу ООН на всей территории Східної и Південної Украины. Но насправді это было покарание за то, что он не смог проголосить этот причинок и не смог проголосить о державность в Киеве, то его отправляют на территорию Східної Украины для того, чтобы он там, как они вважали, с нуля, разбудовывал ООН на Східних землях. Но когда они уже пришли на Схід, то побачили, а тут, виявляються, такие самые, как мы, есть прихильность местного населения. И есть, как бы мы сейчас сказали, фидбэк от местных людей, которые активно начали поддерживать ООН. Потому что, как я уже сказала, интеллигенция, також роботничий класс, роботниче населення, люди з усіх верств, селяни, потому что селянство, тоже большая количество было на Донецке и Уганске, это поддерживает этот движение. И мы должны снимать эти рожевые окуляры и понимать, что организация украинских националистов была большая расширение на территории Донбасса. Это не была маргинальная организация, это была полноправная. То есть, насколько я понимаю, ООН четко понимали, что без Донбасса украинское государство не состоится. Так, так, безумовно, бо це є этнічні межі України, бо це є територія України. І я скажу таке на рахунок того, що ООН завжди мала демократичні гасла. Ось ми теж руйнуємо міфи, бо всі думали, ага, ООН, це якісь були шовиністи в свідомості... Важдийского толка організації. Так, так, в свідомості українців Півдня і Сходу, це ось сутошовиністична організація. Але, насправді, вони несли демократичні гасла. Оце гасло «Воля народам, воля людині». Тоді ще, коли не створилася організація об'єднаних націй якраз. Це гасло було поширене в ООН, а також в лавах українських повстанців на території Волині і Галичини. Олена, останній питання к вам личний. Ви уроженка Києва, але вже довго спеціалізуєтесь на изученні підполья ООН, діяльності організації українських націоналістів на Донбасі. Що вас так інтересує, чому вас ця тема держить? Насправді, я народилася в місті Миколаєві, проживала в ньому до 18-ти річчя і прекрасно розумію менталітет південного і східного регіону, адже люди, які досить довгий час, ця пропаганда, яка діяла на цих землях, вона дуже вплинула на місцеве населення. А в осьрій Україні не дійсувала пропаганда? Так само і по всій території України, я маю на увазі і в Києві також, по всій території України, яка була під радянською окупацією. Але я хочу сказати, що коли я вперше в своєму житті, ще в шкільному віці, це був 10 клас, я прийшла в архів, державний архів Миколаївської області і побачила справу місцевих олунівців, я була здивована, що в моєму місті, виявляється, діяла ця організація. Я вивчила детально до вулиць, до тих конспіративних квартир. Я зараз з закритими очами можу сказати, що на вулиці Маломорській, де діяла ця конспіративна квартира, на вулиці Великій Морській. І так само, коли я почала далі цікавитися цією тематикою, вона все більше і більше мене починала захоплювати. І коли я побачила, що ОУН була на території Криму, що ОУН діяла на території Донецької і Луганської області, коли я побачила, що конспіративні квартири знаходились в центрі Донецька, в центрі Луганська, тоді Ворошиловграда, що цілі списки по 300-400 людей з місцевого населення, з міського населення, яких було просто розстріляно в радянських тюрмах за приналежність до ОУН, мене це дуже вразило. Тоді я ще студентку, а тоді вже університету Тараса Шевченка, і я тоді вже почала детально це все вивчати. Коли читаєш історі ОУН, поражаєшся, чого вдалося достичь такой сравнительно небольшої організації. В 1935 році вони даже почали миссію по восстановлению Української Дальновосточній республіки. І такі є факт, що жили на російському Дальному Востокі українці, і ОУН даже сформували що-то вроде правительства, щоб в случае чого можна було руководити цим регіоном. Кроме того, що вони боролись со Сталином і Гитлером внутри України, даже до цього дошли. І от в чому секрет, ефективність такої організації? Як думаєте, Аліна? Я вважаю, що це, по-перше, це наше українське побратимство, бо кожен з нас, таким великим прикладом є Майдан, коли на Майдані кожен відчував таке якесь побратимство. І це характерно для українського народу. А по-друге, коли ти особливо знаходишся на чужині, ти намагаєшся знайти таких самих, як ти, і об'єднуватися, об'єднуватися. Через це українські громади діють по всьому світу. Канада, Бразилія, Сполучені Штати Америки. Ці громади, які ще створилися наприкінці 19-го, початку 20-го століття, вони і досі функціонують. Ось це якраз вважання об'єднуватися завжди є, було і буде характерне для українців. Сила в єдинстві. Спасибо большое, це була історик, кандидат історических наук, старший научний сотрудник Национального музея історії України Алина Пони Поляк. Ми говорили о том, як сьогодні Донбассу відноситься к організації українських націоналістів і української повстанческої армии. Сьогодні, 14-го октября, в День Защитника України. Не переключайтесь, ми продовжаємо. Дякую за перегляд!